В эфире информационный блок Доброго утра Таллин. У нас в гостях блистательная российская актриса, заслуженная артистка России, художественный руководитель московского областного тюза Нонна Гришаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Вы отыграли в Таллине мюзикл «Леди Совершенства». Правда ли, что это один из самых первых зарубежных визитов вашего театра, которым вы руководите с 2014 года? Да, это действительно первые наши зарубежные гастроли. Мы очень волновались, и артисты очень ждали этих гастролей. И мне кажется, все остались очень довольны. Такой тёплый приём. Вы всем известная актриса, руководитель театром. В общем-то, непростое это дело. А каково вам в этой роли? Ну, поначалу было страшновато, конечно. А потом я поняла, от какого количества личной работы мне придётся отказаться, и приняла для себя это решение, и вступила в эту должность. И сейчас уже как-то всё идёт по накатанной, уже всё получается. И, слава богу, я всё время ставлю очень высокие планки. И когда с очередной премьерой мы понимаем, что и эта высота взята, это очень радует. А можно ли областной театр, расположенный в Царицыно, превратить в конфетку, когда он оказывается в таких руках? Ну, мне кажется, у нас это уже получилось. И у нас в репертуаре есть несколько спектаклей, на которые очень сложно достать билеты. Вам действительно от многого пришлось отказаться? Да. Да. Ну, я понимала, что я очень нужна сейчас в театре, поэтому приняла такое решение. Оно было непростое, но тем не менее. Чем вы пожертвовали ради ТЮЗа? Огромным количеством всевозможных предложений, что касается съёмок, что касается телевидения. В основном телевидение пострадало. Не жалеете об этом? Нет, ни в коей степени, ни в коем разе, потому что театр для меня всегда стоял и будет стоять на первом месте. Как вам на всё хватает сил? Вы всё-таки стараетесь не забывать телевидение, насколько я понимаю, всевозможные проекты, вы поёте и так далее, и так далее. Это удивительно. Вот как вы распределяете себя? Ну, как-то стараюсь. Не могу сказать, что у меня это легко получается. Это с большим трудом. В основном в ущербе моё здоровье. Недосыпы постоянные. Вот сегодня ночью я прилетаю из Сталина, а завтра утром в 8 утра уже улетаю на гастроли в Пермь. То есть несколько часов поспав. Что вам сейчас приносит самое большое удовлетворение, когда вы востребованы на всех фронтах? Ну, конечно, какие-то победы не мои личные, а наши общие в нашем театре. Наши удачные премьеры. Вот это больше всего, конечно, приносит радость и удовлетворение. Широкому кругу зрителей вы в первую очередь известны как комедийная актриса. Насколько комфортно вам работает в этом амплуа? Конечно, комфортно и довольно легко. Тем более, что я сейчас стараюсь бороться с этим амплуа. Я это называю телевизионное клише, которое я получила в основном благодаря телевидению. Таким программам, как «Большая разница». Именно, собственно, благодаря театру у меня и получается ломать это клише. Потому что я стараюсь делать драматические, трагикомические постановки. Мне это более интересно как актрисе. У меня есть такие спектакли, как «Варшавская мелодия», как «Пять вечеров» в нашем театре, «Джуди» и так далее. Часто ли вы бываете в Таллине? Ну, где-то раз в два года получается, слава богу. Ну, вот со своим театром вы приехали к нам впервые. Да. Удалось ли вам прогуляться по городу и какие эмоции вызывает у вас Сталин? Вы знаете, к сожалению, у меня всегда не хватает времени на то, чтобы прогуляться, особенно по моему любимому старому городу, необыкновенной красоты. Потому что все свободное время мне приходится приходить в гости к вам на телевидении. За что мы вам очень благодарны. Спасибо. Как вам удается восстанавливаться? Я уезжаю к морю, где есть солнце каждый день. Потому что в Москве очень похожа погода. Вот с Талинской нам очень не хватает солнца. Но, несмотря на такую погоду, все равно время радует, потому что это рождественское время. И мне очень приятно попасть именно в Таллин, где так всегда красиво перед Рождеством. Я хочу воспользоваться случаем и поздравить всех с наступающим Рождеством. Спасибо вам за это интервью, за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. Вас также с наступающими праздниками. Ждем вас снова в Таллине. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была заслуженная артистка России, блистательная актриса Нона Гришаева. Продолжение следует...